здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова и сейчас мы сделаем небольшой обзор на пресс-конференцию владимира путина после событий в т.ц. кременчуга он дал здесь комментарии я посчитала ценным разобрать этот комментарий кроме того мы затронем некоторые темы еще поэтому оставайтесь с нами будет как всегда очень интересно а но первый фрагмент уже сейчас перед вами и вы видите что тут и описано много мы с вами сейчас займемся тем что первый фрагмент посмотрим на базовую линию поведения путина в момент когда он воодушевлен когда он рассуждает у него много эмоций давайте пронаблюдаем вот это вот для того чтобы следующий фрагмент уже делать определенные выводы они давно им нужен был какой какой-то внешний враг такой вокруг которого можно было бы вокруг якобы угрозы которого можно было бы объединить союзников вокруг себя говорю прежде всего про штаты ну вот иран не очень подходил на эту на эту роль на россии под подходит лучше мы дали им такой шанс объединить вокруг себя всех союзников на новом историческом витке но ничего нового для нас нет и это лишний раз подтверждает то о чем мы все время говорили вы видите смотрит вниз поджимая о том что как бы кланяется вот сейчас он даст какую-то информацию которая которую ему неловко говорить но в целом я не стала останавливать видео для того чтобы комментировать вы видели все выноски которые я сделала я просто хочу сказать что вы отметили для себя да вот когда он рассуждает о том что ну здесь получается по сути он дает свое оценочное суждение почему он поссорился с западом почему так происходит да почему к нему все так плохо относятся и здесь конечно же у него но такое воодушевление потому что все то что он говорит он как бы это его собственные выводы это ничем это не подкрепляет поэтому можно здесь говорить все что угодно но в общем то он имеет на это право до делать именно такие выводы но просто эмоционально окрашенная речь в этом случае очень четко видно вот на что стоит обратить внимание и вот сейчас он даст какую-то информацию которая не очень удобно потому что мы видели сигналы тела что он немножечко и кланялся и отступил там ну то есть давайте послушаем что здесь он скажет блок нато это рудимент прошлой эпохи эпохи холодной войны здесь он немножко спотыкается поэтому я думаю что эта информация несколько притянута за уши вряд ли он в нее полностью верит просто здесь конечно же он старается нам всем показать что это какой-то вообще отживший себя элемент который в общем то вот-вот загнется но при этом конечно же видно его смущение перед тем как сказать да видно что он все-таки боится нато вот что я делаю вывод но сейчас мы все-таки наблюдаем за базовой линии поведения и дальше давайте я не буду останавливать только в крайнем случае если что нам все время на этот счет отвечали что нато изменилось что это теперь скорее всего политический союз но все искали повода и возможности придать ей новый импульс именно именно как военная организация ну вот пожалуйста они это делают ничего для нас нового здесь нет ну да вот пожалуйста мы мимо проходили и на нас напали да им нужен был козел отпущения вот они козла отпущение нашли да а значит все это замечательно здорово но самое главное обратили надеюсь внимание на эмоционально окрашенную речь владимира путина теперь давайте следующий фрагмент смотреть и смотрим что меняется что за это время сделать когда несколько группировок находились там в центре украины что за это время должно было быть сделано на донбассе видите он даже тише говорит если вы заметили получается но больше спотыкается и тише говорит да да безусловно он очень грамотный коммуникатор это я всегда отмечаю и он умеет ну вот выстроить свою жестикуляцию да но это жестикуляция не под не поддерживается его эмоциями когда он выстраивает схему которую ну не совсем скажем вот в предыдущем случае это было его рассуждение до которое ему приятно рассуждать приятно об этом говорить поэтому и речь льется рекой и эмоции отражаются в жестах и получаются прекрасные иллюстраторы здесь же это все немножко сдуто уже боль более неуверенно жесты лишены живости то есть эмоциональной реальной окраски и не иллюстрирует речь там режим киевский готовился к этому уже давно 2014 года поэтому какие-то отвлекающие действия там видите нет вот этого воодушевления которое было в предыдущем фрагменте производились я конечно верховный главнокомандующий на все видите я все-таки верховный глав но верховный главнокомандующий реальный так бы себя не вел понимаете вот это вот сжимание плечей челюсть вниз сам сжался сдулся я не знаю и отступил то есть он совсем не не чувствует себя главным в этой ситуации ситуация явно вышла из-под контроля и ну вот в данном случае он пытается держать красивое лицо при плохой игре вот прям не верю я ему что здесь перед нами верховный главный главнокомандующий и он прям сам руководит процессом ничего подобного то есть он запустил и как пойдет что называется ввязался в драку а там как пойдет видите я верховный главнокомандующий и жест говорит что я вообще не знаю что происходит ребят я вообще не в курсе я не при делах видите еще и испуг на лице удивление отступает с таким удивленным видом ребят но это это просто атас понимаете верховный главнокомандующий перед нами одной из величайших армии мира вот у меня просто знаете я пытаюсь как-то держать опять таки лицо но у меня точно не получается потому что это но какой-то сарказм из меня идет и я понимаю вот моих диванных наполеонов которые сейчас опять не будут писать в комментариях чего-нибудь да но но ребят ну вы сами посмотрите на это лицо и это перед нами главнокомандующий нашей армии да но здорово замечательно но мы точно победим ну конечно смотрите вот еще вот эти переступания это с одной стороны хороший признак когда человек при коммуникации да он перемещается то есть его тело свободно движется да но в данном случае но бывает так что вот это вот свободно как сказать в одних случаях да это действительно воспринимается как свобода да но в данном случае конечно же перед нами руководитель страны зачем эти танцы да туда назад зачем человек должен четко стоять на своей позиции четко уверенно доносить какие-то мысли а вот эти вот танцы с бубном да вот то отступил то подступил говорит о том что говорят в первую очередь о том что он чувствует себя неуверенно понимаете и в общем-то пространство здесь можно было как-то организовать да ему там какую-то трибуну организовать или еще что-то если ну для того чтобы хотя бы как-то держать вот этот вот как структуру какую-то понимаете а вот в данном случае да я понимаю что создавалась иллюзия живой беседы да безусловно там конечно же это все иллюзия потому что туда допускаются только самые избранные это все это проходит настолько серьезный контроль и вообще там все настолько регламентирована что да безусловно то что он выступает вот так без трибуны выступает вот так как бы живо это хороший признак но в таком случае слишком много вот этих вот переступание с ноги на ногу и это в первую очередь бессознательно дает стимул думать что это ну от неуверенности он очень не уверен да безусловно он грамотный коммуникатор безусловно он умеет это делать но в данной ситуации ему нужно было за что-то придержаться потому что но все-таки вопросы некоторые ну вызывают и так сомнения но глядя на то как он их озвучивает вызывают еще больше сомнений и так я слишком много наговорила давайте дальше смотрим не заканчивал академии генерального штаба я доверяю тем людям которые являются профессионалами они здесь видите я доверяю тем людям и посмотрел вниз то есть это мои подчиненные да но сам по себе он чувствует себя полным лохом в ведении военных действий и поэтому конечно возможно поэтому он так менжуется да но там менжуется он не только по этой причине но все-таки давайте будем думать так стоит так как считают нужным для достижения конечной цели но и обозначен а здесь просто браво смотрите мной обозначена и при этом качает головой нет пожимает плечами не знаю и эмоция отвращения и удивление поэтому вот насчет конечной цели ребят нету нету конечной цели он он сам не знает какая цель у него это просто знаете шедевр но если только план проиграть то все точно по плану идет ну это дальше сейчас это это освобождение донбасса защиты ну видите вот еще один признак того что он нам забал ты он нас с вами забалтывает тут получается дважды повторил слово да это это ну то есть у него нет четко сформулированной цели понимаете это это вообще знаете высшая степень безалаберности я я не знаю без ответственности всего чего угодно но как можно ввязываться в такие вещи да не имея перед собой четких аргументированных каких-то целей да ну здесь я вижу по его поведению что он просто ввязался в драку как каким-то таким образом непонятным он сам для себя отчета не не представляет даже и сейчас пытается держать хоть какое-то лицо при отвратительнейшие игре этих людей этих людей и тихо сказал совсем тихо он а знаете когда человек говорит не неправду то у него конечно же все напрягается и от этого возникает эффект того что легкие не набирают воздуха полностью но у них нет физически да они не не расправляются физически не набирают воздуха в достаточном количестве и поэтому человек начинает глотать слова начинает тише разговаривать потому что вегетативная нервная система ее не обманешь когда человек находится в стрессе а в стрессе он находится тогда когда говорит не не совсем то что он знает понимаете он знает одно да ну надо сказать другое и поэтому организму это не нравится всегда как бы человек не был обучен все равно организм будет протестовать потому что ложь это стресс и вот этот стресс мы с вами видим видим что человек начинает говорить тише ну такие в общем то слова которые он должен знать просто в три часа ночи его можно разбудить и он нам эти слова скажет если бы действительно эти слова были правдой понимаете и создание условий которые гарантировали безопасность самой россии вот увидите вот смысловой пик на словах самой россии то есть он даже тут то на что он хочет акцентировать внимание это что ближе к его убеждениям это интерес самой россии но россияне не обольщайтесь тут все-таки много скрытых смыслов да ну вот ближе все-таки к тому смыслу который для него есть да все-таки ближе конечно интересы россии да можете обольщаться на какую-то долю процентов но все равно нас настоящие причины он здесь не озвучил он ничего не сказал о настоящих причинах да вот эта часть фразы она ближе всего к этим причинам но она не не то понимаете если бы это была настоящая причина то она была бы понимаете вот вся речь она была бы подводкой к этой фразе да и начал бы он с другого а вот здесь он просто ухватился за первую же мысль которая пришла к нему до более-менее правда да и он ее озвучил и здесь как раз такой смысловой пик громче всего смог произнести и работа идет спокойно ритмично ну как вы видите войска двигаются и достигают тех рубежей которые ставятся в качестве задачи на определенном этапе этой боевой работы все идет по плану так что видите по плану пожал плечами отступает лицо перепуганное ну видите вот смотрит вниз удрученно пожимает поджимает подбородок плечи не знаю локти в стороны на то есть глазах мои не видели эту ситуацию до печаль отступает еще раз разводит руками то есть перед нами человек не побеждающий на войне человек проигравший по всем фронтам и это вот сто процентов ребят можете меня забросать гнилыми помидорами яйцами не знаю тухлыми но вот это это прям четко иллюстрация того человека который проигрывает по всем фронтам который вообще ничего не может предъявить чего-то что его может вдохновить и сравните с предыдущим фрагментом да где он рассуждал там он очень легко говорил здесь же все сдулась то есть вот здесь вот у него зарыта проблема очень большая проблема которую он не хочет нам озвучить но она существует до видите и отступает с растерянным видом перед нами школьник который не выучил урок вот кто перед нами это не президент не главнокомандующий это человек который растерян который сам не знает что ему делать как понимаете вот я я россиянка мне чудовищно на это смотреть мне страшно смотреть на это по срокам не надо говорить я никогда об этом не говорю потому что это жизнь ну да конечно по срокам зачем говорить ну вот такое присоединение но кто не грешен да ну кто ну кто там по срокам всегда попадает в сроки ребят ну все мы люди все мы все понимаем да то есть вот это вот присоединение это манипуляция в общем то я думаю что вам это объяснять не стоит давайте следующий фрагмент потому что здесь уже по поводу торгового центра в общем то из-за чего я и стала делать этот разбор можно про теракт торгу не про теракт а про взрыв торговом центре на украине девушеке разные версии есть кто-то не варим никакого сейчас еще раз секундочку я пропустила пока воду пила а здесь интересный такой момент можно про теракт торгу не про теракт а про взрыв торговом центре но как он насторожился да вот когда услышал теракт ему конечно же не нравится губки такие строгие там такой весь строгий строгий учитель до украине и вот смотрите вот этот жест интересный к правой ноздре потянулся секунду так так левой рукой левая рука это у нас эмоции к про правая ноздря это информация которую он хочет как собрать до собрать эта информация профессиональная то есть он хочет своими эмоциями вытащить какую-то информацию профессиональную а каким пальчиком вот он пальчик значит у нас пальчик дисциплины то есть пытается собраться вот если простыми словами сейчас он пытается собраться и хоть что-нибудь сказать да то есть он растерян и пытается сейчас хоть какую-то информацию но не знаю вспомнить или придумать или совет как-нибудь там выстроить какую-то цепочку то есть сейчас перед нами человек растерянный который свои ему своими эмоциями пытается собраться с эмоциями с информацией то есть там вообще вот эти перекрестные жесты они всегда говорят о волнении потому что намного уместнее правой рукой трогать правую ноздрю а левой рукой трогать левую ноздрю у него руки не заняты он не держит в руках микрофон да а вот это вот перекрестность жестов она говорит лишний раз о волнении дима чеки разные версии есть кто не варим никакого видите перебил то есть дальше если слушать журналиста то журналист может сказать что-то лишнее поэтому здесь надо прервать собеседника но не дал высказать полностью не нужна лишняя информация а дальше давайте слушать что он скажет какой теракт не взрыв я я же здесь был смотрите не было ни теракта не взрыва но я был здесь я не в курсе вот это вот интересная позиция это называется концептуальная избыточность да тут понимаете если человек прав да и у него четкая позиция по какому-то вопросу он сразу говорит ну допустим он здесь был он не в курсе поэтому так прерывать это ну во первых если он хочет если он действительно не в курсе да то он бы выслушал вопрос и попытался бы разобраться потому что это серьезная предъява да это ну это это обвинение да в том что вы напали вы вы там сделали что-то плохое да и человек невиновный будет докапываться будет разбираться до либо скажет я не не был в курсе но мы сейчас будем разбираться да но смотрите вот эти две противоположные версии говорят о том что он сейчас набрасывает в топку кучу аргументов хоть какой-нибудь но сработает вот это вот концептуальная избыточность когда вам начинают говорить сразу так много аргументов даже не выслушав в чем вас обвиняют да даже не выслушав какие-то доводы да не задав какие-то наводящие вопросы если действительно не в курсе да тут получается сразу 2 2 линии поведения да он их спутал и вот это вот как раз говорит о том что он очень даже в курсе но сказать ничего толком не может потому что если он скажет правду то он себя потопит да и дальше я не читал но я против да вот на всякий случай я не знаю да ну и дальше вот это вот прочее бла-бла-бла про в поддержку какой-нибудь из версий давайте слушать я знаю что видите наступает облизывает губы вина я знаю что я виноват вот что говорит его жест да но я вам сейчас не скажу я буду наступать да вот это вот наступительная позиция до облизывает губы я буду сейчас искать информацию чтобы вам соврать но я чувствую вину да вот дальше видите видите и не смотрит на собеседника чувство вины да сейчас он будет придавать живость или показывали да 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 вот эти вот пики он забрасывает это его такая визитная карточка да вот как поправлять галстук да вот когда он сидит комфортно он всегда поправляет галстук там ну то есть добавляет добавляет себе живости но это все навык наработка коммуникационные навыки но никак не правда понимаете вот вот это вот из чувства вины да вот так вот такое воодушевление это ну как бы слишком большой переход вот одно дело когда в начале первый фрагмент я вам специально показала как он живо умеет красиво рассказывать даже стикулировать и иллюстраторы прям в тему все вот вот весь он играет перед нами а здесь получается он его бросает из стороны в сторону в эмоциональном плане в жестах ну и обращайте внимание много отступает не хватает уверенности сложно подбирать слова ну и дальше пойдет интересная манипуляция обобщение вообще если вам интересно по манипуляциям ну можете его все выступления пересмотреть можете у меня под видео есть ссылочка на курс манипуляции очень интересно вот это вот смотрите тут интересная такая штука можно либо обобщать либо в какую-то в дебри залезть в глубину да что называется тут два варианта манипуляции либо ты начинаешь обобщать либо ты начинаешь копаться в самую глубину и тем самым запут цель этой манипуляции запутать слушателей то звезды лотников видно когда размещают оружие удары самые комплексы сезон артиллерии видите как сложно подбирать слова и вот это вот обобщение вы понимаете он говорит но вообще-то мы в курсе да что там у края украины там много чего они прячут они прячут в разных местах да и и у нас есть все данные ну то есть это все бла-бла-бла лишь бы вот мы с вами хоть что-то подумали да хорошее потому что если он скажет реально правду это это его потопит зачем ему себя топить поэтому он начинает на ходу на ходу выстраивать эту цепочку да какие-то разрозненные факты приплетать вот в эту версию поэтому так сложно идут слова так сложно он их выдает нам тяжелую технику вообще жилых кварталов еще где-то но просто так по полям у нас никто не стреляет и не бьют как правило это делается делается по результатам разведанных целей и уверен что в этом случае все то же самое ну прячут жить в этом случае все то же самое и отступает ничего подобного вот но не верю не верю ему никакого вот вы видите что очень зажат чувство вины не уходит и ну много-много вот этого всего что и плюс это манипуляция зачем манипуляция если ты прав если ты например прав ты сразу будешь излагать свою точку зрения ты докопаешься ты выяснишь какие аргументы есть у противоположной стороны до их пошагово разобьешь вот и все вот так действует человек который невиновен и вот то что мы с вами видим это так действует человек который виноват ему надо запутать ему не надо подробности ему надо обобщить и сказать ребят да мы вообще не не бьем мы вообще классно все делаем на это это вам так кажется что мы не правы техник которыми особенно запада доставляют во всякие ангары в рынке на рынках но вот вот здесь уже пошла правда да вот что запада поставляют до технику вот это вот он говорит о наболевшем потому что здесь уже пошли эмоции жесты и вот про технику правда но насчет размещение полуправда где тоже они действительно ее хранят да и наверняка он какую-то информацию даже знает возможно знает ну то есть здесь он либо пошел рассуждать да что где-то шана хранится да и вот отсюда такая же живость либо он действительно что-то знает да и вот эту правдивую информацию вплетает в неправду еще одна кстати хитрость для лжецов для того чтобы хорошо врать надо максимально ее разбавить правдой да и вот здесь вот действительно ведь поступает же вооружение ведь где-то шана хранится да и вот здесь уже видно что он говорит о том что он знает на заводах в цехах где технику ремонтирует или там на приводит в порядок после длительного периода перегонки там из той же заграницы видите забалтывает забалтывает то есть ну вот вот это как бы такая информация совершенно несущественная но он на нее акцентирует внимание и уходит в сторону от ответа не пока не по каким гражданским объектам российской армии ударов видите демонстрация челюсти что действительно я уже не раз отмечала что он коммуникатор грамотный для того чтобы мы поверили ему надо показать уверенные жесты и вот он показывает нам челюсть но при этом отступает да то есть вот когда ты наносишь удар естественно ты и сам вперед идешь да то есть ты даешь посыл что я уверен в том что я говорю я уверен в своем ударе а здесь получается я как бы на нашу удар на на всякий случай я отойду вот так вот и ночь нет необходимости у нас есть все возможности для того чтобы определить определить что где находится и принадлежите что где находится вот это вот не совсем я ему верю на видите сначала у нас есть все возможности а потом бах и опять сдулся опять тише я не знаю по поводу вооружения если такое вооружение вот я чайник в этом деле но я вижу по его поведению что в них нет таких возможностей вот прям вот в полной мере им возможно пользоваться нет такого я не знаю что но что-то его здесь смущает личи современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей но но в деталях и конечно узнают когда вернусь москву все спасибо большое всего хорошего ну в общем то все что он здесь сказал это я вообще не в курсе да но в общем то как по забалтывал нас там порассказывал какие-то сказки про мощь своего вооружения в которой он и сам не верит но я вообще не в курсе я не читал но я против я знаю что я я не в курсе да ну но мы этого не делали но это фейк да ну правда вот эту версию про фейк это уже сми придумали да ну опять так и про бучу там при плели что это в стиле буча да вот всякую чушь которую просто набрасывают набрасывают ну хоть за что-то люди зацепятся вообще конечно люди которые в это верят они сейчас в очень тяжелом положении эмоциональном находятся они хватаются за любую вот как бы версию которая хоть немножко напоминает правду ну то есть им набрасывают вот как свиньям да вот свиньям кормят их там набрасывают еду да и каждый каждый что-нибудь достанется вот здесь тоже самое извините за такое сравнение но я думаю что это как раз вот ну вот по мне так точно так она очень даже в тему адам и в конце своего забалтывания обесценил да вот обесценил все что сказал я я конечно не в курсе я вернусь в москву и дам более подробный ответ но кстати прошло уже сколько уже больше недели прошло и я что-то не вижу адекватного ответа со стороны путина по по этому поводу очень интересно да ну да в общем то нам не привыкать по поводу того что нам нам как это будешь вчерашний борщ до завтра заходи вот вот в общем борща мы так и не дождемся я думаю адекватного ответа и не будет вот как как смог так и довольствуйтесь пожалуйста найдите из этих всех набросанных версий найдите более менее подходящую и верьте в нее и доказывайте всем что это все фейк и что это все неправда да безусловно врет как всегда это понятно идем дальше следующий фрагмент по поводу расширения нато это просто знаете шедевр вот здесь вот я даже залезла в исторические документы причем мне часто те кто за операцию или не определились до хорошая тоже версия типа да я я не при делах да да но на какое-то время этим людям помогает на то что они как бы не не с белыми не с красными да ну есть возможность договориться со своей совестью так вот многие мне присылают по поводу территориальных вопросов я даже залезла поинтересовалась вот по поводу этих территориальных вопросов но давайте сначала послушаем путина а дальше немножечко порассуждаем обещаю недолго о том чтобы силы нато были подальше от россии теперь как бы наоборот привели к тому что силы нато буду ближе к россии видите какое лицо да 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 ему это крайне не нравится сжал губы подбородок вы помните вот такая же реакция была у нас на такая вида как долго его сначала не показывали путина а потом показали вот примерно такое же лицо опустил голову облизал напряженные губы отступил то есть ему это очень не нравится просто дико не нравится вот это вот крайняя степень вот подавленности и самое интересное что драться он не может данной ситуации да вот если бы это был стимул для драки да если бы у него были какие-то возможности здесь было было бы другое другие сигналы тела а здесь вот прям подавленность он ничего не может сказать смотрите какое сожаление на лицо еще сжимает сильнее губы подбородок нас он переступает менжуется до вина досада просто жуткая реакция знаете здесь я ему не завидую совсем я знаю этот тезис это ложный тезис не имеющий ничего общего здесь ведь ложный тезис до кивнул даже до новостью но где же нет понимаете вот это ложный тезис не имеющий ничего с действительностью голова сама тянется чтобы если уже пошли иллюстраторы понимаете если тело иллюстрирует речь то когда говорит ну вот при слове да идет кивок а кстати да люди реже делают вот чаще люди даже надо говорят нет понимаете и это очень четко ну почему потому что нет в некоторых культурах как раз вернее да во многих культурах вот говорится вот так и часто и еще бессознательно мы вот у меня тоже часто спрашивают почему человек когда уверен даже в своей правоте он часто качает головой вот так вот и говорит ну вот вот качает так и говорит утвердительные вещи потому что у него бессознательно идет такое знаете вот дополнительное утверждение я не представляю как в этом можно не верить вот что говорит его тело понимаете он он настолько воодушевлен тем что он хочет донести вам вот эту правду и он не может понять почему вы ему не верите вот это тоже иногда происходит но чтобы человек забыл качать вот так вот да вот при том что качнул вот так это крайне ну это только в том случае если он не верит тому что он говорит вот на этой части а в данном случае действительно он совершенно не верит давайте вернемся еще раз я хочу вам показать потому что вот этот момент очень важный я знаю этот тезис это ложный тезис не имеющий ничего общего с действительностью видите и кивок опять кивок то есть имеющий много общего с действительностью но это очень неудобный тезис вот что видите опустил глаза отвращение досада сжал губы то есть ему это очень сильно не нравится но я это уже говорила не буду повторять давайте уже повторила наша позиция всегда заключите наша позиция и отступает наша позиция мы боимся этого делась и заключается в том что я уже сказал в этом в ходе нашей сегодняшней беседы что нато это рудимент холодной войны и он нужен только как инструмент вот вот здесь уже пошло воодушевление да вот он доносит вот эту мысль он очень хорошо знает что в данном случае говорить он как бы вот эту часть информации уже давно внушил своей аудитории поэтому вот эту часть информации он вот на ней он разгоняется раскачивается понимаете вот вплетает какую-то часть либо правды либо уже усвоенной информации а в общем-то усвоенная информация это и есть уже для людей правда понимаете поэтому правда это неправда если ее внушали в течение 20 лет значит все все уже и так верят поэтому вот эту часть информации он вплетает для того чтобы собраться с мыслями и дальше уже красиво преподнести нам что-то неправдивое новую информацию новый поток информации который вообще ну вызовет сомнения внешней политики соединенных штатов для того чтобы держать в повиновении своих сателлитов ничего другого здесь нет мы дали им такую возможность я это понимаю да испуг такой плечи сжал челюсть вниз мы дали им такого знаете вот напоминает этого ребенка который ввязался в драку со старшеклассником даст каким-то и после этого ну да я конечно сглупил да но в общем то что делать что сделано то сделано да такой такой прям перепуганный да мы мы ввязались они эффективно достаточно энергично используют эти аргументы для того чтобы но очень эффективно что о чем говорит его вот он отступил да действительно ощутимо ребят ему ощутимо подтащить вокруг себя своих так называемых союзников поэтому это вот это интересно затылок это вообще про прошлое про то что вот та информация которая уже пошла в прошлое с которой уже ничего не сделаешь вот что выросла то выросла да вот вот если сюда человек трогает то все вот это уже ничего как бы ничего не вернуть придется с этим жить он для себя уже это решил и при этом знаете вот это вот поднимание бровей удивление да вот как я к этому пришли как щита получилось вот примерно так ребята же просто атас не ну я понимаю что здесь смех не уместен но я просто от абсурда того что я вижу это моя реакция на стресс понимаете это мой стрессу я я всегда в стрессе смеюсь да у страны с другой стороны что касается швеции и отступает облизывать напряженные губы смотрите старается поднять челюсть наступает смотрит вверх вверх и вверху у нас как мы знаем та информация которая в общем-то структурируется да там область фантазий или область мыслей наших да но это не практика не то что вот помните когда он там говорил про какие-то вещи он вниз смотрел нет тут как раз вы выстраивание какой-то цепочки более-менее подходящий финляндии у нас нет таких проблем со швецией и финляндии которые к сожалению есть украины у нас нет ни территориальных вопросов не споров на какая красота слушайте нажимает губы облизывать напряженные губы совершен у нас чё правда да нет ничего что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства финляндии или швеции в нато вообще ничего но это просто браво ребят но если путин сказал так надо верить да наверно или все-таки проверим информацию да ну я вот забила первый же попавшийся сайт интерес кстати через этот через яндекс нашла не знаю что я через google нашла бы какие территориальные претензии есть у финнов к россии например идея создания великой финляндии насчитывает уже более двух веков и кажется что фантастичная маргинальная концепция имеет официальную поддержку в политических и деловых кругах страны по мнению националистов из хельсинки кстати в хельсинки есть тоже националисты на заметку нашим пропагандоном адам их страна должна прирасти территориями северной норвегии части швеции всей эстонии и карелии выборгом и кольским полуостровом самые горячие финские парни замахиваются также на архангельскую область и земли рф до северного урала так что у них губа не дура это 5 марта двадцатого года статья была опубликована дальше ну вот не всю статью и некоторые выдержки вам прочитаю после развала ссср дискуссия разгорелась вновь теперь первую скрипку в данном вопросе играет общественная организация про карелия состав которой входят финские военные ученые экономисты крупные промышленники и бизнесмены эта группа подготовила собственный проект по возвращению и обустройству русской части финских земель поддержку идеи финляндии собрали несколько сотен тысяч подписей кстати в украине я не помню чтобы собирали какие-то подписи за то чтобы там я не знаю они что-то хотели у нас забрать что ли но кстати об этом мы еще поговорим до будущем за освобожденные территории предлагается переделить 300 тысяч финнов ой переселить извините 300 тысяч финнов то есть они хотят на нашей территории разместить своих граждан из 360 тысяч русских проживающих на новых землях сумме 120 тысяч должны будут уехать в рф останутся лишь пожилые люди которые доживут свой век на старом месте то есть им будет разрешено остаться про карелия считает что на обустройство новых территорий уйдет 10 лет и 30 миллиардов евро однако расходы быстро окупятся за счет налогов и сокращения безработицы так что у них очень даже далеко идущие планы насчет нашей карелии влиятельный финляндии политик рита какой-то там не раз заявляла а нет простите эта женщина я извините пожалуйста ничего личного это просто вот я ним не могу эти имена читать сразу с первого раза что всех русских расселившихся на исторических землях суоми следует выслать а в одной из статей финского журналиста бэкмана констатируется что многие политики и бизнесмены финляндии ожидают распада россии уже к 2025 году после чего их стране отойдут обширные территории так что вот он сосед который ждет когда мы развалимся а сейчас еще активней ждет причем это было написано в двадцатом году еще до того как мы так накосячили да и получается там и националисты есть ребята чем мы с финнами не вообще не пойму мы такие классные и мы должны вообще русский мир везде установить да еще информация финляндии по данным опросов общественного мнения это уже из википедии до википедии на у нас запретили да но умная просто все все умное в россии запретили поэтому вот пожалуйста я как сейчас проживаю просто в другом месте имею такой доступ на финляндии по данным опросов общественного мнения по состоянию на 2005 год от 26 до 38 процентов респондентов выступают за возвращение утраченных территорий от 52 до 62 против но это на 2005 год это еще спецоперация не началась сейчас их никто пока не спрашивает сторонники возвращения карелии считают что московский 1940 год и парижский 1947 год договоры носили вынужденный характер и только то русский мирный договор является легитимным поскольку никогда не был отменен по-то русский мирный договор между рссср и финляндии в 2000 в 1920 году был заключен и там очень много территории должно было перейти финляндии но там много-много таких условий которые в общем-то не в пользу россии поэтому если мы будем откатывать историю на какой нибудь год вот например пропагандоны очень любят вот эту карту всем пихать да что вот и ленин подарил украине там часть земель и еще там в общем все вся украина это прям подарочки подарочки да ну давайте определимся если мы откатываемся на восемнадцатый год то тогда финляндии мы как порядочные люди должны отдать карелию да а потом мы этот кёнигсберг должны тоже отдать да ну то есть мы много чего должны отдать в общем много мы задолжали всему всему миру если разобраться так там много претензий к нам будет но ладно вот это вот карта я просто в шоке ребят а даже в восемнадцатом году вот по поводу того что ленин подарил там часть украине да это же было не просто так ребят это не просто потому что ленин такой добренький а потому что там были определенные условия и там были уступки со стороны украины до за которые действительно было уместно отписать уже четко зафиксировать да и кроме того вся эта территория была про про украинский настроена и все там было прям четко ну это это была украина просто были какие-то споры да и вот они зафиксировав то что это территория украины ну как-то успокоили да на успокоили народ вот и все они более того не потому что кто-то там вот прям взял и расщедрился ничего подобного а сталин сколько территорий ну вот да безусловно здесь вот и сталин у нас дауну польши там взял что-то ну украину да конечно безусловно тут есть какие-то территориальные вопросы но тогда ребят если быть ну так по чесноку да то в 2018 году белгород вообще был столицей украины если хотите можете это бы поинтересоваться и в общем-то я я вот по поводу той статьи которую цитировала под видео сделаю ссылочку если вам интересно но вообще вы можете вот каждый этот вопрос который я сейчас привела к как аргументы можете поискать в интернете и вот вот эта карта вот то что украине там украины вообще не существует да вы кто такие вообще такие вещи заявлять да сейчас переписывается история я понимаю что историю пишет победитель да но вы еще победителем станьте а потом уже переписывайте историю от он начинают уже тут украина не существует далее да щас вам еще как существует и еще как, это просто вообще беспредел какой-то, и такой, знаете, вот однобокий, вот здесь я вижу, да, вот здесь надо вернуть справедливость 1918 года, да, а вот остальные справедливости пусть подождут, да, и у нас с ними никаких территориальных этих вопросов не существует, еще как существует, ребята, еще как, просто сейчас лекторат свой надо задобрить, да, успокоить, да вы не дергайтесь, ничего страшного, все нормально, НАТО, в общем-то, не такой страшный, да, вообще это рудименты, вообще это какие-то злобные дяди и тети, которые просто к нам плохо относятся, но это все полный бред, ребят, и тот, кто в это верит, ну, я не знаю, продолжайте повелевать миром со своих диванов, да, я, конечно, понимаю, что в итоге вы останетесь у разбитого корыта, ну, и даже если где-то какие-то, не знаю, какие-то бонусы вы с этого получите, то они будут несоизмеримо меньше тому, что вы теряете, теряем, мы все теряем, мы все теряем, вот вообще весь мир сейчас в такую жопу попал, извините уже за мой французский, но вот из-за того, что человек пошел на другую страну, вообще не опираясь ни на какие аргументы, ни на какие факты, просто придумал, высосал из пальца какую-то информацию и выдал нам как правду, и как вообще в это можно верить, вот по каждому пункту, который он сказал, можно его, он и сам не верит в то, что говорит, но вы это все видели, ладно, все, я слишком много личных суждений сейчас выдала, в общем, буду я с вами прощаться, спасибо вам за внимание, да, если согласны со мной, поставьте лайк, в общем-то это меньшее, что вы можете сделать для того, чтобы я дальше была вдохновлена этой работой, да, если вы не согласны, напишите в комментарии, да, что вы там не согласны, да, если я кого-то оскорбила, извините, пожалуйста, но я не могу до сих пор понять вот эту позицию людей, которые не видят собственного носа, да, и пытаются повелевать миром со своего дивана, давайте, наполеоны, собирайтесь, езжайте в Донбасс, там как раз вооружение новое, съезжайте сами тогда, не надо наших детей туда отправлять, не надо нам всем портить жизнь, мы хотим жить спокойно, вот цивилизованная часть России хочет жить спокойно, мы не хотим уезжать из страны, мы хотим, это наша страна, с чего это нам уезжать, с чего это нам затыкаться, мы тоже имеем право голоса, мы хотим жить в демократической стране, где руководство не делает таких вот вещей и не ставит нас перед фактом, поэтому, в общем, я все высказала, всем вам хорошего остатка дня, мира, добра, любви, процветания и всего самого хорошего, пока-пока.